Субтитры создавал DimaTorzok В Сочи большая часть канализационных стоков по-прежнему без очистки попадает в реки, а из рек прямо в море. Чтобы получить мнение специалиста по данному вопросу, корреспондент Кавказского узла встретилась с Николаем Куликовым, профессором, доктором технических наук, бывшим сотрудником водоканала и действительным членом Общественно-экологического совета при главе Сочи. Николай Иванович, Вы не могли бы рассказать о действующей системе в Сочи, сколько всего глубоководных выпусков, как они действуют? В принципе, в городе Сочи 6 крупных очистных станций и около полусотни малых очистных станций, локальных от санатория, пансионата, базы отдыха. Эти сбросы вдоль побережья от Сочи до Гамыса и до Лазаревской есть, и вдоль реки Мзинта по Красной Поляне тоже имеются там с десяток очистных станций. Они проходят реконструкцию или какие-то новые появились очистные? Адлерские, Зугинские, полностью новые. Как говорится, до последнего винтика новые построены. К сожалению, они гораздо дороже, чем можно было построить, но это может быть и хорошо, потому что у них резерв возможностей колоссальный. Главное сожалению, это то, что там заложена система переработки осадков в 10 раз более дорогая, чем можно и чем нужно. Николай Иванович, а на сколько вообще раньше были рассчитаны очистные сооружения, в сутки переработку, и сколько сейчас? На Ваенские были на 90 тысяч рассчитаны. Сейчас Бзухинские в первую очередь уже построили на 70 тысяч, и еще одну очередь должны на 70 тысяч, то есть будут все 40 тысяч. Адлерские уже построены на 100 тысяч, хотя принимают на сегодняшний день только 35 тысяч. Сколько было потрачено на Новоинские, на перенос, на Бзухинские? На все очистные станции было потрачено 10 миллиардов рублей. На все? Да, на все. На все 6? Нет, на все 3, которые построены. Построены Адлерские, Новоинские и Красные Поляны. Вот на них потрачено 10 миллиардов рублей. Так, 10 миллиардов. И вот, значит, сколько человек, вот будем говорить, они обслуживают? Они на сегодняшний день обслуживают примерно полмиллиона человек. Полмиллиона, но резерв на миллион. А резерв на миллион, да. Николай Иванович, а вот то, что построили на Бзугу, сейчас на какую мощность они работают? На полную? На сегодняшний день они принимают 20-25 тысяч кубов, хотя сориентированы на 140 тысяч кубов, но построено пока первая очередь на 70 тысяч кубов. И те стоки, которые раньше принимались на Новоинскую, могут хоть сейчас быть приняты на очистное сержание, но, к сожалению, незаконенность за данную эксплуатацию высотная насосная станция, которая собирает, вот все, теперь у нас только самотечная сеть, нет насосных станций перекачки. И все стоки собираются вдоль побережья моря, в коллектор диаметром полтора метра, и идут к той насосной станции высотной. Она должна подавать двумя рабочими насосами по полторы тысячи кубов в час на вот эти новые сооружения. А новые сооружения пока принимают по старым сетям, те 20-25 тысяч кубов в сутки сточных вод, а вот эти 70 тысяч, которые должны были поступать отсюда, с этого коллектора, они пока не закачиваются. А куда они идут? Ну, а куда могут идти стоки, если их никто не качает? Прямо в море? Конечно, только в море. Вот у нас раньше, как я знаю, существовала организация водостолка, она сейчас реанимирована? Да, 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 да. Но дело в том, что она пока что, как говорится, не имеет программы. А все делать нужно по программе, шаг за шагом. То есть начинать нужно с того, что обезбреживать те сточные воды, которые особенно на сегодняшний день опасны, и которые ни в коем случае не должны попадать в море. Вот. Ну, допустим, река Хирота. Она принимает дренажные воды от свалки, рекультивированные, но дождик выпадает, он дренирует через это все тело свалки и вытекает в реку Хирота. Значит, и река Хирота черная. Поэтому вот это, конечно, первоочередное. Потом все сточные воды связаны, допустим, мусоросортировочный завод. Там же мусор не перерабатывается, он только сортируется, а потом куда-то вывозится. Так вот, при сортировке там текут ручьи. И куда они текут? Они текут в природу, и, конечно, в итоге попадает все в море. Николай Иванович, а вот кладбище? Кладбище, естественно, тоже дренирует и тоже течет по Барановке, по Ливневу. Там пытались делать какие-то работы, но настолько много воды течет, что там даже оползень произошел в селе Барановка. Но вот резиденция президента, там говорят вообще, вот этот район, который, вот Бочарова ручья, он не канализован. И то есть все это идет... Совершенно точно. Бочарова ручья, ну так там же тоже балка идет. Так по этой балке все эти фекальные воды, естественно, куда попадают? Прямо на пляж президента? Прямо на пляж, да. Я когда был вчера в Водостоке, там мне сказали, что команда, которая занимается вот этими жилищно-коммунальными проблемами, за последние пять лет сменилась пять раз. И там нет ни одного специалиста квалифицированного. То есть вот у меня сын кандидат наук, дочь кандидат наук, жена кандидат наук. Но они там не востребованы, там не нужны специалисты, там нужны послушные люди, которые бы подписывали бумаги, которые нужно подписывать. Николай Ильич, ну а как Вы считаете, вот Ваши прогнозы, если мы не изменим систему отношения к экологии, что нас ждет и сколько нам осталось вот при таком отношении? Вы знаете, вот великолепный город Сочи, который отстроен, с теми дорогами, которые мы получили, он не будет востребован, потому что приедут люди, один раз искупаются и больные сразу же уедут. Если уедут. Да, если только уедут. Вот, поэтому если мы не возьмемся немедленно, не создадим экологическую программу и не будем шаг за шагом ее реализовать, город наш будет мертвый. Продолжение следует...